В книге достаточно, на мой взгляд, все подробно и популярно объясняется, как эти аккорды строятся. У нас имеют место такие замечательные рисунки, где вы видите не просто, как этот аккорд взять, а и то, какая нота представляет собой какую ступень в аккорде. То есть, если мы, допустим, говорим сейчас о полууменьшенном, или уменьшенном в данном случае, саптокорде, мы видим, что является тоникой, что пониженной квинтой, что терцией и так далее. Дальше. Значит, в книге даются очень, на мой взгляд, такие эффективные, подробные рекомендации, как вот это большое количество информации освоить и уложить в голову. Значит, идея в том, что вы должны хорошо запомнить аппликатуры первых двух сетов. Все остальные расположения можно очень легко получать из них. Как это происходит? Ну вот опять, значит, на примере Гриши мы сейчас посмотрим. Значит, допустим, вы знаете все аппликатуры всех типов саптокордов первого сета. Вот в данном случае Гриша берет одно из обращений аккорда до мэйч. Он берет его на струнах первая, вторая, третья и четвертая. Значит, смотрите, буквально дальше путем переноса двух голосов. Смотрите, вот у нас аккорд друг ту в первом сете. Верхняя голоса всегда тут представляет собой интервально либо кварту, либо квинту, либо увеличенную кварту. Так вот, как из вот этой аппликатуры сделать аккорд, тот же самый аккорд, только в третьем сете струн? Смотрите, мы берем вот эти две ноты, верхние, и переносим их на нижние струны. Но здесь работает такая простая закономерность. Если вот эти верхние ноты представляли собой кварту, то на нижних нотах они будут представлять обращение этого интервала, соответственно, квинты. Если здесь, дальше, если вот здесь у нас была квинта, ну, гитаристы понимают, видят это аппликатурно, то перемещаясь на нижние струны, пятую, шестую, они превращаются наоборот в кварту. Ну, и так далее. Вот это является очень, кстати, хорошим еще и техническим упражнением. Гриш, давай поиграем с тобой. Так, а вот теперь смотрите, тоже рекомендация гитаристам, которая может быть очень полезна. При переходе от одного аккорда к другому, старайтесь минимально менять пальцы. То есть, если у вас есть возможность оставить палец на том же ладу или на той же струне, не открывайте его вообще. Вот, еще, Гриш, давай по-моему с тобой это сделать. Вот, смотрите, мизинец вообще сейчас остается на месте, мы никуда не уходим, перемещаем только вот эти. Да, еще разок. Вот, при кажущейся простоте вот эти упражнения хорошо могут разогревать руку и вырабатывают растяжку и прочее. Очень полезно для этой встречи. Да, шестую, чем вращение. Дальше, 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 дальше. Итак, и вот, значит, сейчас начинается еще более интересная вещь. Это вот как раз тот самый способ усложнения аккордов, благодаря которому джазовая гармония звучит вот так непредсказуемо, так оригинально, не похожа на какие-то гармонии в, там, порой популярной музыке, да и даже в классике. Нечасто встречаются вот аккорды, которые можно встретить в джазе. Как мы уже говорили, все дело на настройках и альтерациях. Ну, определение вы знаете, что это такое, вот, если кто-то подзабыл, может это прочитать. Дальше. Возможные варианты настройок или альтераций по каждому аккорду тоже здесь приведены. Давай, просто пролистаем их. Значит, естественно, наиболее возможное количество настройок альтераций мы столкнемся с ним в малом мажорном сабтаккорде. Это связано с тем, что зачастую малый мажорный сабтаккорд с точки зрения функциональности является доминантой. Доминантой является точкой максимального неустоя музыки. Соответственно, ну, очевидно, что настройки и в особенности альтерации усиливают ощущение неустоя. Соответственно, любую доминанту для того, чтобы сделать ее еще более резко звучащей и, следовательно, сделать выход от нее к тонике более острым, более таким красивым, более, ну, мы используем всякого рода альтерации и настройки. Дальше. Варианты настройки альтераций малого, минорного сабтаккорда, полууменьшенного здесь уже меньше. А уменьшенного мы как бы и вообще по большей части не трогаем, он сам по себе достаточно неустойчив. Здесь надо сказать еще следующее. Мы сейчас говорим о специфике джазовой гармонии на гитаре. Естественно, гитарист, в отличие от пианиста, достаточно сильно ограничен в своих возможностях, да? То есть пианист может брать аккорды всеми пальцами по всей клавиатуре, может звучать очень много нот. На гитаре, ну, максимум, одновременно, может звучать 6 нот, да? И по факту мы даже эту возможность не всегда используем в силу того, что это не очень хорошо звучит. То есть вот те, как вы уже заметили, гармонические структуры, которые мы сейчас с вами обсуждаем, они все состоят из 4 звуков. А теперь, значит, внимание. Очень интересный момент, очень простой и очень актуальный и полезный. Как из элементарных септаккордов, из вот этих базисных пяти типов, сделать септаккорды с настройками или альтерациями? Мы не будем ничего добавлять. Мы будем оставаться в том же четырехголосе, мы просто будем заменять одни ступени на другие. Ну и как вы уже, наверное, догадываетесь, исходя из того, что было сказано раньше, так как у нас важнейшие ступени это третья и седьмая, а менее важные это пятая и первая, то как раз вот в большинствествуем пятая и первая и будут создавать какие-то настройки альтерации. А, так, еще тогда вернем назад. Значит, ну вот опять, допустим, нам нужен аккорд. А вот давайте вы мне предложите сейчас какой-то аккорд, который Гриша сейчас попытается сам построить. Предложите, какой-нибудь аккорд, который содержит настройки или альтерации. Сойя, давай. Ну, это базисный тип, с ним все понятно. Давай к нему что-нибудь добавим. А, то есть плюс девять, плюс пять. Плюс девять, плюс пять. Отлично. Итак, значит, что надо сделать гитаристу в первую очередь? Просто взять какую-то базисную форму ля-семь, ну, вот, допустим, Гриша решил ее взять вот здесь, да? Ну, давай. Возьми ля-семь, как он есть сейчас. А, ля-семь. А давай вот здесь лучше возьмем, в этой части. Так, вот это элементарный тип савтоккорда. И, кстати, многие педагоги по джазовой гитаре говорят, что вот в таком виде аккорд не берите. Это, типа, не круто. Настоящий джазовый музыкант так не будет брать, это слишком просто. Его надо что-то в него добавить. Значит, Сойя, уже достаточно опытный джазовый пианист, предложил украсить его такими альтерациями, как плюс девять, плюс пять, да? Итак, Гриша, расскажи, вот как тебе сейчас больше мыслить? Тебе нужно добавить девятую повышенную ступень и пятую повышенную ступень. Девятая ступень – это вторая, по сути, ступень. То есть нам нужно первую превратить в вторую и повысить ее. То есть вот то, что мы видим как раз здесь, да? Значит, где у нас первая ступень в данном расположении? Вот у нас первая ступень, но для, мы обращаем его по си и повышаем его по тону. Замечательно. Возьмем сейчас пока тон. Хорошо. Диез пять. Пятая ступень у нас находится, вот, нота ми. Мы ее повышаем на полтона. Получается, ну, может быть. И вот мы слышим гораздо более красивый, интересный сет. Вы не прям, чтобы каждый тон. И еще примерчики. Давайте вот. Фасепт минус девять. Фасепт минус девять. Окей. Гриш, в какой части Грифа решить фасепт? Так, еще раз фасепт. Бемоль девять. Ну, допустим, вот здесь ты взял фа, да? Расскажи, что ты делал сейчас. Я взял сначала фасепт. Ну, как, можно еще раз. Я взял сначала фамедж. Привратил его в септ. Ну, это... Понизил седьмой ступень. Да. Но вот то, что Гриша начинал с фамеджа, это его лично мутные дела, да? Это он, вслух, но это можно даже и не говорить, да? Ты сразу взял фасепт, мы это увидели. Там получается пониженная девятая ступень. Пониженная девятая ступень. Мы ее получаем... Ну, девятая ступень, это вторая ступень первая. Ступень просто на полこの получается. Пониженная... Значит, интересное замечание, смотрите, сам термин надстройки подразумевает, ну как следует из его самого слова, что мы надстраиваем, да, то есть у нас основные звуки внизу, а надстройки и в особенности артерации, они должны располагаться вверху, в этом залог хорошего звучания. Если мы будем артерации делать внизу, ниже чем третья и седьмая, это будет звучать зачастую плохо, хотя опять же, если мы говорим о музыке, в общем-то здесь нет, ну то есть если вы художник, если вы так слышите и вам кто-то говорит, что это звучит плохо, а вы говорите нет, вот именно так я хочу, потому что вот это мой выбор, ну ради бога это собственно, да, но в большинстве случаев это звучит действительно нехорошо, если мы артерации делаем внизу. Вот в данном случае, когда речь идет об аккорде бимор 9, это на самом деле звучит нормально, потому что вы наверное слышите, что ингармонически это равно уменьшенному септу. Вот если взять фас на первой странице. Да, значит еще раз возьми, фасепт просто в обычном виде. Да, достаточно, посмотрим, да, немножко. Дальше. У кого-то есть вопросы по этому, можно еще поиграть в... Артур, будешь принимать свою способность строить аккорды с настройками и террасами? Давайте еще какой-нибудь сложный-сложный аккорд, назовите. А то мы все Гришу мучим, а у нас есть еще... Да ничего страшного. Сонимедж плюс 13. А что такое плюс 13? Ты сам так понял? Нет, плюс 11. Плюс 11. Окей. Ну давай, подумаем. Сонимедж плюс 11, да? Да, значит, как вы понимаете, вся идея в том, чтобы в голове музыканта-гитариста это не представляло собой вот такую захламленную груду какой-то информации, в которую там вообще непонятно, что происходит, непонятно, что с этим делать. Допустим, я не помню, был ли случай, когда Артур играл подобный аккорд, но, пользуясь элементарным правом, сейчас может без труда построиться. Давай попробуем. Сонимедж плюс 11. Значит, сонимедж плюс 11. Это у нас тоже уже 4-й степень, только повыше. Ну, можно мыслить как 5-я понижняя, да? Можно. Как это сделать? Бери сонимедж. Значит, да, ЕС-11 мы получаем из какой ступени? Из 5-й, что-то. Где она у нас? Вот, мы ее понижаем. Понижаем, в результате получаем. Ну, погромче, не подпрощение. Вот мы слышим Артур, Соль, Мэйч, ЕС-11. Никита, согласен? Это так вот. Дальше. Значит, дальше в книге приводится масса примеров аккомпанемента с использованием вот этих аккордов в дроп-ту. А, ну вот, кстати, наверное, сейчас пришла пора что-нибудь сыграть, да? Такое более связное. Что вы можете сыграть? Блюз, да? Давайте блюз. Смотрите, элементарный блюз. Вообще, ну, джазовый блюз, имеется в виду, не архаичный. Значит, вот сейчас кто-то из ребят будет играть в Шелл-80, да? А Глиша будет играть друг друга. Смотрите, это вот, кстати, тоже очень хороший способ, если в группе в джазовом составе есть два гитариста, ну, как бы вы понимаете, это перебор. Иногда и одного слишком много, но если у вас есть два, то точно им надо играть что-то разное. Ну, поехали. Готово, да? Значит, вот. Так, давайте просто вешать. Мы немножко сейчас не поняли друг друга, как говорит Мисс Кипсона, как играть, но тема ритма не входит в тему данного мастер-класса. Просто вешать или у тебя... Так, так, идешь, у тебя просто... One, two, one, two, three, four. И так далее. Значит, если кто-то наблюдал, что происходит в парке гитары, которая играла группу аккорда, вы могли заметить и услышать, что все было достаточно близко и плавно соединялось. Хотя, аккорды в данном случае использовались самые, что ни на есть, простые. Здесь не было никаких ни настройок, ни атераций. В книге очень много полезных упражнений по поводу того, как аранжировать какие-то гармонии, как использовать гайд-тонс. Вот определение, вы видите, что это такое. Дальше. Вот, допустим, приводится на примере известной темы Теда Дэмерона, Lady Bird. Интересный пример, как раз когда гитарный компинг, гитарный аккомпанемент выстраивается не по принципу того, чтобы каждый из аккордов был как можно ближе и тесно связан с друг с другом. А по следующему принципу. Вот многие джазовые гитаристы используют вот это. Вот, в частности, я сравнительно недавно осмотрел урок Майка Морена. Это такой современный, очень прогрессивный, очень клевый гитарист. И вот на вопрос, как у него так здорово получается играть в компинг, вот эти аккорды, он сказал, что секрет не в том, что он использует какие-то странные расположения, странные расположения. Он использует вот то же самое, что используем мы. Но он выстраивает очень интересно мелодические линии. То есть, вот, допустим, смотрите, вот в книге приводится пример, когда вот у вас есть гармония стандарта. Вы придумываете вначале некую мелодию, которая, ну вот, смотрите, вот эти гайд тонн, вот эти, как бы, направляющие тона, они соответствуют каждому из аккордов, но они представляют собой мелодию. Ну, то есть, вот, кто умеет сельфиджировать, собственно, вы можете представить, как это звучит. Да? Дальше. Ну и так далее, по всей теме. Дальше. А потом, смотрите, мы к вот этим нотам просто добавляем аккорды, дроп ту в соответствующих расположениях. Получается, очень интересно, звучит очень интересно, очень прикольно. Дальше. Значит, вы все, наверное, слышали о такой очень, ну, достаточно такой прогрессивной методике технологии, когда гитарист использует корт-мелодию, то есть сочетание аккордов и мелодии. В общем-то, на самом деле, это очень сложная такая штука, и гитарист, любой джазовый гитарист, который претендует на вот статус действительно профессионала в этом деле, он должен уметь это делать или вообще спонтанно, вот, играя на раз, и я много примеров таких видел, это действительно очень круто, когда человек без всякой подготовки играет очень сложную фактуру, мелодия, плюс аккорды, плюс там какие-то еще контрапункции, это очень здорово. Вот. Или, по крайней мере, уметь сочинить дальше что-то подобное. Вот в книге приводится пример известной баллады хорса Сильвера Пис, которая, сейчас Артур, да, попробует сыграть это. Значит, текст отнюдь не очень простой. Вот здесь используются тоже исключительно аккорды в расположении дроп-ту, но они разделены, то есть у нас здесь есть мелодия, и мы достраиваем... Ну давай попробуем поиграть. Ну давай попробуем поиграть. Если кто-то знает, мелодия как бы понял, что и имелось в виду. Артур, хорошо, по-настоящему. Гриш, а можешь сыграть бас сейчас? Тебе видно? Нотки не видно, да? Ну, боксом, ладно, дальше. Все, у нас осталось, что такое оборот 2.5.1, и в книге тоже приводится очень много разных вариаций того, как этот оборот играется с использованием настроек или атераций. Дальше. Дальше. Ну, короче, очень много вариантов, как это практически может использоваться. Дальше. Дистаем, дистаем, дистаем. Стоп. Значит, следующий важный момент это аккорды в расположении дроп-три. Ну, как вы уже могли догадаться, в аккорде дроп-три мы опускаем на аккорду вниз не второй по высоте голоса, а третий. Кто, ребята, собирает? Ну, например. Ну, например. Ну, давай. Мы переносим верхний голос. Да, звучание становится еще более широким. Больше? Со всеми, да? Да, аккорды звучат очень красиво и их тоже можно очень здорово использовать в создании аккомпанемента. Естественно, вы должны понимать, что если мы говорим об аккордах дроп-ту или дроп-три, это не предполагает то, что вы должны использовать только Е. Естественно, как творческий человек, как художник, вы можете использовать все, что угодно. Вы можете их всячески смешивать. Просто мы сейчас говорим о достаточно такой, может быть, где-то сухой и скучноватой части вот этого. Просто нам надо понять, как это все строится и как это работает. Дальше. Еще более интересное расположение аккордов, которые тоже сейчас широко используются вот с современными джазами-батаристами, это аккорды дроп-ту-эн-фор. Когда мы на аккаунис понижаем второй и четвертый голос. Кто? Я не знаю. Очень не подоставлено. Ну, покажите. И мы понижаем третий голос просто на стол вниз. Вот эти аккорды тяжело брать, но они дают еще более прикольное звучание. То есть с каждым типом савтаккорда, с каждым обращением можно сделать вот такое интересное звучание. Все вот эти диаграммы, все нодные примеры присутствуют в нодах. Дальше. Вы все знаете, что такое энгармонизм, да? Это когда один и тот же аккорд, ну, или один и тот же звук, ну, мы сейчас в данном случае говорим об аккордах, можно назвать по-разному. Что имеется в виду? Ты подключен сейчас? Ну, можно. Вот, да, я просто покажу примерчик. Вот это так. То есть... Отправа. Да, какая-то. Да. Да. То есть, смотрите, что происходит. Если мы, допустим, берем вот такой аккорд. Что это такое? Кто мне может сказать? Ну, по звучанию как-то звучит. Минор 7. Минор 6. Еще варианты. Поломеньшенный. Поломеньшенный. Еще. Еще варианты. Минор. Минор. Не совсем мало минор. Минор 6, да. Мало минор нет. Значит, вот все зависит от того, что является основным тоном. Что является главной нотой в этом аккорде. То есть, смотрите, если мы считаем... Вот, кстати, какие ноты у нас сейчас входят. Для негитаристов назову их. Фа диез до ми ля. Так вот, смотрите, если у нас главная нота... Вот я сейчас буду брать бас ля. То мы слышим аккорд ля минус 6. Если мы главной нотой считаем ноту ре, которой здесь и вовсе нету та, мы получаем аккорд ре 9. И если мы берем основным голосом ноту фа диез, мы слышим фа диез полуменьшенный. Если мы, наконец, берем основным тоникой ноту ля бемоль, мы слышим очень красивая группа, которая называется ля бемоль. Е с 5 бемоль 9. То есть, это, кстати, еще не... Это еще не все. Можно и другие аккорды получить. Но, то есть, смотрите, получается, что, играя одну аппликатуру, мы получаем несколько разных аккордов. Собственно, вот эта идея, она может работать с одинаковым успехом и на клаве, и при создании каких-то аранжировок. Значит, очень важный момент. Гармоническое равенство разных аккордов. Вот, собственно, вы видите сейчас таблицу, в которой представлено достаточно подробно все возможные комбинации. Почему это актуально для гитары? По причине, о которой мы уже говорили, гитара очень сложна аппликаторно. Поэтому, чем меньше вы аппликатур знаете, но чем больше вы знаете способов интерпретировать каждую отдельную аппликатуру, тем, собственно, у вас в вашем арсенале очень много аккордов, каких-то голосоведений, обращений и прочего. Вот, смотрите, пример, о котором я сейчас говорил. То есть, аккорд до 9, ангармонически это все то же самое, что и ми полуменьшенный, соль минус 6, соль бемоль 7, с 5, бемоль 9, или такой интересный аккорд, так, бля, сас, 4, бемоль 9. Листами. Значит, ну, собственно, я боюсь, что вот этот материал, вот как бы, это все очень интересно, но это как бы не музыка, это такой разговор о музыке. Я боюсь, что это довольно так может грузить и выглядеть немножко скучновато. Я не хочу, чтобы такое впечатление складывалось, поскольку мы все музыканты, и мы любим получать от музыки именно непосредственно удовольствие. Просто, будучи профессионалами, нам надо, ну, как бы, вникнуть вот в эту матчасть, так сказать. Скажите, есть какие-то вопросы, может быть, кому-то что-то непонятное, или, может быть, есть какие-то пожелания, которые я учту в следующей редакции? Она уже продается? Нет, еще, Олег, она еще не продается, но, я думаю, будет. Мы сейчас вот занимаемся с типографией, с этими такими. Они пока, я сделаю несколько экземпляров таких, они будут в библиотеке еще где-то. Вот по поводу коммерческой продажи, вот пока вопрос находится в стадии разработки. Какие вопросы? Ну, если вопросов нет, сейчас ребята сыграют в какую-нибудь простую тему. А, там еще есть очень интересный момент. На самом деле, то, что представлено в презентации, естественно, те, кто сейчас листал книгу, вы видите, что там гораздо больше материала. Там есть, допустим, глава, посвященная созданию волкин-бейс-оранжемента. Ну, вот Гриша сейчас собирает темпу, используя шелл-коисенс и волкин-бейс. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.